В бычьем тренде сезон альткоинов обычно заканчивается тогда, когда периоды накоплений становятся максимально быстрыми, в то время, когда цена параболически взрывается. Это именно тот момент, когда у тебя максимально высокая степень синдрома упущенной выгоды, а мозги плывут от эйфории. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новый выпуск. Сегодня я хочу поделиться с тобой одной теорией, которая позволит нам вовремя распознать приближение пика цены биткоина, перед тем, как он снова перейдет в медвежий рынок. Думаю, это будет очень интересно и полезно всем, кто купил или собирается покупать биткоин. Думаю, особо полезно это будет для тех, кто собирается покупать биткоин, видя, как цена главной криптовалюты бьет рекорд за рекордом и уже торгуется выше 60 тысяч долларов. Но прежде чем мы начнем, хотел бы ответить некоторым людям, которые говорят, что «мне повезло, что я успел купить биткоин ниже 10 тысяч долларов». Год назад в это же время был обвал рынков, когда биткоин упал до 3 тысяч долларов, а все из-за пандемических локдаунов. Все мы помним это время. Я лично помню этот день год назад, как вчера. Это было очень трудно и болезненно перебороть себя. Эмоционально я чувствовал, что хочу избавиться от всего, продать и выйти. Рационально я видел огромный интеллект, который был вложен в эту сферу, вложен в криптовалюту. Я видел, что разработка в этой теме продолжается, а общая финансовая система только ухудшается. Именно поэтому в то время я против своих собственных эмоций выставил ордера на покупку биткоина на весьма скромный остаток своих денег. Я выставил лесенкой вниз от 5750 до 1500 долларов за монету. Одновременно с этим выпустил видео на ютубе, в котором, стиснув зубы, сказал, что это падение является огромным шансом купить биткоин. Я купил и спустя год сделал 1500% только лишь на биткоине. А сейчас я хочу показать тебе эту картинку, которую я сварганил в фотошопе. И показать ее хочу не для того, чтобы посмеяться, а для того, чтобы ты понял, мне не повезло. Я сам поставил себя в положение удачи, и это было совсем непросто. И как теперь можно сказать, что мне повезло? Кстати, уже около 200 людей написали мне в личку в Телеграме насчет закрытой группы. На самом деле для меня нет никакого смысла объявлять новый набор, потому что у меня и так все схвачено, и работать с еще большим количеством людей это достаточно сложно. Но раз желающих так много, я решил открыть еще на одну неделю набор в эту группу. Скорее всего, с понедельника. Итак, хочу вернуться к теме видео. Есть идея, как понять, когда биткоин достигнет пика в этом растущем цикле. В этом нам может помочь скорость восстановления рынка после массивных коррекций во время булрана. На примере 2017-го давай рассмотрим основные коррекции и тайминги восстановления после них. Итак, первая коррекция 4 января 2017 года. Цена биткоина упала на 58%. Чтобы восстановиться, ей понадобилось 49 дней. Я выписал все эти коррекции специально для того, чтобы снять это видео. Потратил кучу времени, поэтому я надеюсь на твой лайк и подписку, если ты впервые на этом канале. Давай наберем хотя бы 4000 лайков. Мне будет очень приятно. Вторая коррекция 9 марта. Цена биткоина потеряла 33%, а восстановилась за 42 дня. Третья коррекция произошла 24 мая. Цена биткоина потеряла 32%, а восстановилась уже за 12 дней. Далее, 11 июня цена биткоина упала на 38%, а восстановилась за 54 дня. И еще немного. 1 сентября цена биткоина упала на 40%, и 40 дней ей понадобилось для восстановления. И наконец мы видим, как сроки сокращаются. 7 ноября цена биткоина упала на 34%, и на восстановление ей понадобилось всего 8 дней. И еще быстрее. 28 ноября цена биткоина упала на 23%, а восстановилась за 4 дня. И еще быстрее. Прямо перед самым историческим пиком 2017 года в 20 тысяч долларов за биткоин, 7 декабря цена главной криптовалюты обвалилась на 26%. Для восстановления ей понадобилось всего 3 дня. Ну и для примера, вот так выглядит бычий рынок, в котором мы находимся сейчас. Как ты видишь, после каждой крупной коррекции период накопления становится все меньше. Чем быстрее рынок оправляется от очередной крупной коррекции, тем ближе вершина растущего цикла. Для сравнения, медвежий падающий рынок выглядит вот так. На медвежьем падающем рынке периоды накопления наоборот становятся все продолжительнее. Наиболее длительным период накопления является в то время, когда цена биткоина достигает окончательного дна падающего рынка. Таким образом, мы можем определить не только то, когда биткоин достигнет пика цикла, но и дна цикла тоже. Интересно то, что модель Bitcoin Stock-to-Flow Ratio также подтверждает действительность этой теории. Обрати внимание на то, что график уже начинает желтеть. В прошлые циклы именно это предзнаменовало скорый пик биткоина. 2014 год, 2017. Как только мы видели желтый период, мы уже знали, что мы находимся рядом с пиком биткоина. Как только желтый переходит в зеленый, это уже начало медвежьего рынка. Если прогнозировать по этой модели, это произойдет уже в августе этого года. На это же указывает еще один аргумент. То, что биткоин достиг полосы логарифмической регрессии. Обрати внимание, каждый раз, когда это случалось в прошлом, биткоин достигал своего исторического пика и вершины растущего цикла. После происходил медвежий рынок. В основном это происходило тогда, когда биткоин достигал верхней границы логарифмической регрессии. Это означает, что у нас потенциально есть еще немного места для роста, около 45-50%. Далее я хочу, чтобы ты посмотрел это видео полностью. Конечно же не на английском, я его перевел специально для тебя. Ссылку на оригинал оставлю в описании. Наверное, этого хотел бы сам автор. Давай посмотрим. Сегодня мы обсудим биткоин и то, что он достиг границы логарифмической регрессии. Первое, что мы должны сделать, это понять эту модель, ее последствия для цены биткоина и ее неопределенности. Если ты не поймешь этого, то она будет для тебя бесполезной. Мы также помним, что все модели лишь предположения. Мы знаем, что каждая модель, которую мы обсуждаем, недостоверная. Ведь нет ни одного способа точно предсказать, что произойдет с биткоином. Тем не менее, некоторые модели полезны. И модель, о которой мы говорим, уже не раз доказала свою полезность во время крайнего медвежьего рынка и фазы накопления. Я уже не раз называл эту зону фазой накопления, причем тогда, когда мы находились в ней. Я не называл ее фазой накопления постфактум, а прямо во время ее прохождения в реальном времени. Поэтому я думаю, что эта модель такая ценная. Она уже доказала, что несмотря на все эти прыжки вот здесь, это было всего лишь фазой накопления в зеленом диапазоне модели. Это не означает, что ты не можешь покупать биткоин здесь. Ведь я часто повторяю, слишком рискованно вообще не владеть биткоином. Если бы я уже не владел биткоином или альткоинами, я бы сейчас покупал бы их. Если же ты накапливал годами вот здесь, то сейчас ты просто ждешь неминуемых движений из зеленой зоны модели в красную. Тех движений, которые мы ждали так долго, с ноября 2018 по ноябрь 2020. Итак, мы убедились, что фазы накопления эта модель показывает отлично. В прошлом цикле уж точно эта модель нам помогла. Но это все потому, что у нас очень много информации. Вот здесь сотни точек соприкосновения, здесь вообще тысячи, а здесь тоже очень много информации и статистики. Это то, что касается нижнего диапазона логарифмической регрессии для цены биткоина. Теперь поговорим про верхнюю, про пики. Кстати, если что, модели регрессии как для дна, так и для пика я строил на основе этой формулы. Это не что иное, как просто математика, где Y это цена по оси, X количество дней, а A и B это коэффициенты регрессии. Эту формулу я и использую для логарифмической регрессии, для падающих рынков и для растущих рынков. Кстати, для логарифмической регрессии пиков в истории у нас всего три точки, из которых мы можем черпать информацию. Многие спрашивают меня, может ли эта верхняя регрессия стать в будущем поддержкой для цены биткоина. Может ли цена биткоина вырваться выше нее? Это хорошие вопросы. Начнем с того, что имея всего три точки в прошлом, сложно делать достоверные прогнозы. Хотелось бы хотя бы восемь точек минимум, чтобы модель была более правдоподобной. Но если таких точек будет восемь и больше, то смысла снимать эти видео больше не будет, потому что все и так будет очевидно. Но сейчас мы спекулируем над тем, что может произойти именно потому, что будущее не очевидно. Именно поэтому, кроме регрессии, посчитанной на основе этой формулы, я взял еще одну границу в качестве погрешности. Мы ведь точно не знаем, когда будет пик, поэтому погрешность помогает нам в этом. Давайте перейдем на дневной графике, посмотрим ближе. Сегодня диапазон этой регрессии растянулся от 59 тысяч долларов до почти 88. Достаточно большой диапазон. Чтобы достичь верхней границы, биткоину нужно вырасти еще на 45%. Но кроме этого, нужно еще понимать, что каждый день граница регрессии постоянно поднимается выше. Это видно на часовом графике цены биткоина. Вот посмотри здесь. Регрессия поднимается на около 70 долларов каждый день. За месяц это около 2-3 тысяч долларов приблизительно. Вот, например, здесь цена биткоина достигла нижней границы регрессии. Верхняя при этом находилась на уровне цены 85 700 долларов. Всего спустя несколько недель, когда цена биткоина снова достигла нижней границы, верхняя граница поднялась почти на 2000 долларов. Очень вероятно, когда цена биткоина дорастет до верхней границы регрессии, она уже поднимется до сотни тысяч долларов. Может ли цена биткоина пробить эту модель и улететь намного выше нее? Конечно может. Но если произойдет что-то типа такого, по аналогии с прошлыми циклами, эта модель станет еще более достоверной. С каждой новой точкой, подтверждающей ее, она будет становиться правдоподобнее. Но что я скажу, если вы используете одну модель, например эту или другую, чтобы определить пик этого цикла, я не думаю, что вы указываете себе услугу этим. Нужно смотреть и на другие. У меня есть множество моделей, указывающих, что пик будет в диапазоне от 100 до 200 тысяч долларов. Так что я до сих пор думаю, что у биткоина есть еще много места для роста. Хотя, конечно, есть люди, которые думают, что биткоин не вырастет до 100 тысяч. Но есть люди, которые говорят о его росте до 300 тысяч. Ты спросишь, как биткоин может вырасти даже до 100 тысяч, если эта модель сейчас показывает только лишь 87 тысяч? Вспомни, эта регрессия поднимается каждый день на 70 долларов. То есть на около 2100 долларов в месяц. А здесь, ребята, я хочу вставить свои 5 копеек. Модель Stock-to-Flow Ratio показывает, что биткоин достигнет 100 тысяч долларов уже в августе этого года, то есть через 5 месяцев. Давайте умножим 5 на 2100. Именно настолько поднимается верхняя граница логарифмической регрессии. Получим 10500 долларов. Добавим к этой цифре 87700 долларов. Это нынешняя высота верхней границы логарифмической регрессии. Получим 98200 долларов. Так что да, биткоин вполне себе может вырасти до 100 тысяч долларов. Продолжаем. Я всегда говорю, время на нашей стороне. Есть вероятность, что мы вырастем, а затем уйдем вниз, но не обязательно до нижней границы, после чего вернемся на ретест уже тогда, когда регрессия поднимется еще выше. Может быть даже выше 100 тысяч. Так что все зависит от того, как долго мы будем подниматься к этой границе. И чем дольше мы будем это делать, тем лучше. Многие говорят, что сейчас биткоин нацелен на 70 тысяч долларов. Скажем, он вырос до этой отметки, затем начинается очередная коррекция. Нет никаких оснований говорить, что он обязательно после этого должен возвращаться к нижней границе регрессии, по аналогии с прошлыми циклами. Напомню, у меня есть еще множество моделей, которые говорят о том, что биткоин достигнет 100 или 200 тысяч долларов в этом цикле. А теперь от себя. Буду ли я продавать на 100 тысячах долларов за монету? Обязательно. Частично. Но я не буду продавать все. Я не заинтересован в этих краткосрочных трехлетних прибылях. Я уверен, на протяжении десятилетий биткоин покажет результаты куда лучше. Поэтому избавляться от него полностью я не хочу. Да и не вижу в этом смысла. А на этом все. Меня зовут Богатейщий Ди. Надеюсь, видео было для тебя полезным или как минимум интересным. Если это так, не забудь поддержать мою работу лайком. Мне всегда приятно, а каналу помогает расти. А также подписывайся на канал, телеграм, жми колокольчик, делись видео с друзьями, комментируй. И обязательно, что делай богатей. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok